Всем привет! Сегодня мы будем слушать Макса Коржа с праздничками, родные, лучше поздно, чем никогда. Ну, так как празднички продолжаются, я думаю, в самый раз. Вот вижу тут Минск, и прям вот тоскую. Вы там, белорусы, давайте перестаньте шалить, уже миритесь между собой, а то девочке пора путешествовать, и она бы выбрала Минск. Ну что, давайте посмотрим, что там Макс Корж нам предложит. Всем, кто меня знает, хочу пожелать хорошего настроения, несмотря на все, что случается вокруг нас. И хоть конец этого года далеко не счастливый финал, и мы с вами за свой век увидим еще очень много интересного в кавычках. Хочу, чтобы каждый из вас всегда находил время наслаждаться любым прекрасным светлым моментом в жизни. В разы больше, чем раньше. Поверьте, для вас это более необходимо, чем листать свой телефон каждый вечер, глядя на чужие жизни. В последнее время мир переполнен негативными новостями. И если подойти к вопросу скептически, то лучше, конечно, было бы и не рождаться на эту землю. Полуя несправедливости и зла. Надо философски относиться. Что-то поделать. И идем каждый по своему пути. И идти по нему мы должны достойно, не теряя человечности, в какой бы ситуации мы ни оказались. Ищите в людях лучшие стороны. Не копайтесь слишком глубоко. Каждый человек очень запутанная система. И если видеть всех насквозь, есть риск остаться в одиночестве. Все люди разные, но подавляющее большинство их спокойные. Простые ребята, которые в этом мире хотят лишь отыскать свое счастье и не более. Не бойтесь впускать людей в свою жизнь, но всегда надейтесь только на себя. Это и предостережет вас от обмана. Только вы можете сделать свою жизнь такой, как хотите. За вас это никто не сделает, как бы вам не пытались это внушить. Ну и, конечно, находите таких же, как вы, по духу, если хотите сделать что-то грандиозное. Что-то действительно сильное, что изменит этот мир к лучшему. Что касается моей Родины, из всего, что произошло за этот год, у людей появилась общая мечта. Сделать свою страну лучше, чем она есть. Поэтому желаю белорусам также держаться вместе, найти наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой большой мечты. Продолжать держать свой неповторимый стиль. Требовать уважения к себе, но не вестись на провокации ни со стороны власти, ни со стороны своих эмоциональных товарищей. А что касается моих людей, с которыми я уже долгие годы. Народ людей с разных стран, где паспорта не имеет значения. Где в приоритете не тратить свою жизнь пустую. Объехать все страны. Узнать максимально больше людей. Понять, что этот мир прекрасен. Где нет места ушлым крысенышам. Где взаимоуважение и позитив превыше всего. Для тех, с кем мы уже который год раскачиваем половину полушария этой земли. Наши движи, наши фаны, наши прекрасные девчонки, наши пацаны. С вами, надеюсь, скоро увидимся. А пока буду писать вам саундтреки для вашей... Пиши, а тут ты что-то как-то совсем перестал писать. Макс Корж. В том стадик, а после отправимся за город отмечать. А сейчас не сидите дома, не сидите в сраных телефонах. Пока есть как есть, путешествуйте по своим странам. Прокачивайте ваши таланты. Становитесь на ноги. Но и не давайте работе и учебе затянуть вас в грустную рутину. Не пытайтесь становиться взрослыми. Там полный мрак. Достаточно быть... Это да. ...за свои слова, действия, за своих людей и за родных. И что бы там про нас не говорили, какие бы домыслы там сами себе не озвучивали, мы всегда двигались красиво. И будем продолжать это делать дальше. С праздничками вас, дорогие, родные, любимые. Ну что, даже не споет? Вообще, ну, для тех, кто знает... Ну, хорошие слова, все правильно сказано. А для тех, кто смотрел все мои топы... Худших, лучших и золотой серединки могут обратить внимание. Причем никто замечания про это не высказал, что Макса Коржа там нет. Хотя во всех топах он был. Видимо, этот год так сильно... Те ситуации, которые проходили в Беларуси, так сильно ударили по бедному Макса Коржу. Даже у него глаза даже грустные. А вот, что вот даже не было Пегаса и не творил он. Друзья мои, ну вот говорят, что этот год будет другой. Что самое тяжелое, что было до этого, прошло. То есть, 20-й год был такой точкой вот этих всех конфликтов, ударов, войн и так далее. Что это будет, 21-й год будет совсем иным. Он будет сменой всего и везде. В наших жизнях, в политике, в странах. В общем, короче, везде. Не знаю, правда это или нет. Мы это все скоро узнаем. Самое главное, что мы живем, не важно, как уж получается, у кого, что в стране творится, в душе, в семьях и так далее. Я думаю, что главное это мы с вами жить здесь и сейчас. И, наверное, не стоит очень сильно заморачиваться по поводу политики, потому что, когда ты туда сильно влезаешь, вот грустишь, а жизни нет. Поэтому политика грязное дело. Живите, наслаждайтесь жизнью. И меньше парьтесь. Всем пока!